привет ребята добро пожаловать обратно в игровой мир сегодня мы расскажем о кольце элдена 15 вещей которые тебе нужно знать перед покупкой мучительный вес для следующей большой экшен rpg от from software почти закончился так как элден ринг похоже выйдет 25 февраля для xbox series xs xbox one ps4 ps5 и пк давай взглянем на 15 вещей которые тебе нужно знать прежде чем погружаться давай поговорим об истории с помощью пера лора песни огня и льда автора джорджа р р мартин элден рингс видит как игроки отправляются в земли между которыми правит королева марика однако разрушение колец элдена и рассеяние его осколков великие руны были далеки от идеала как запятнанные ранее изгнанные и возвращенные в земли между ними игрок должен собрать великие руны и стать лордом элдена последнем сюжетном трейлере были представлены более подробные сведения о разрушительной войне за великие руны в которой такие фигуры как генерал радхан и тысячелетия разорванных сражались за превосходство последнюю видели в предыдущем трейлере пронзающие игрока своим мечом но еще неизвестно появится ли ротан давай поговорим об обстановке земли между ними состоят из шести огромных областей каждая из которых управляется отдельным лордом а над всеми возвышается гигантское древо призыва до сих пор игроки по-настоящему исследовали только могилу лимба но было обнаружено большое разнообразие открытых равнин гор водоемов пещер и многого другого и гораздо больше дразнили в трейлер до сих пор игрокам предоставляется карта мира но для ее заполнения им понадобятся фрагменты карты однако можно добавить маркеры и маяки чтобы лучше исследовать мир создатель персонажа хотя это и не присутствовало в тесте закрытой сети в элден ринг будет представлен создатель персонажей таких как dark souls и blood burn мы знаем что в нем будет представлен целый ряд начальных классов каждый со своими сильными и слабыми сторонами но официальная демонстрация еще не представлена тем не менее игроки должны иметь возможность настраивать своих персонажей прическу лицо происхождение тип телосложения гендерную статистику и многое другое как и в предыдущих играх с аулбан дизайн открытого мира самое большое изменение по сравнению с предыдущими названиями программного обеспечения это открытый мир ты можешь беспрепятственно путешествовать из одной области в другую и у тебя есть конь дух для быстрого путешествия вместо костров есть места благодати где ты можешь повышать уровень использовать различные колдовства и пепел войны скоротать время и сортировать свой инвентарь а также изменение погоды включая молнии которые могут нанести тебе урон существует цикл день-ночь в реальном времени причем последний полезен когда ты крадешься можно также собирать материалы и создавать предметы такие как стрелы на ходу а также атаковать конвой дизайн открытого мира элден ринг часто сравнивают с легендой о зельде дыхание дикой природы особенно в том что касается свободы исследования даже несмотря на то что лучи путеводного света могут быть использованы для определения твоей следующей основной цели ты волен идти практически куда угодно кольцо элдена дополнительная мобильность которая приводит к улучшению платформы также дает больше стимулов для исследования каждого укромного уголка и трещины это довольно большой отход от dark souls и дизайн был довольно сложным режиссер хитаками и дзаки сказал журналу edge что существует ряд проблем большая часть из которых связана с темпом игры ритмом и ходом игры чтобы игроку не было скучно чтобы он был заинтересован исследовал и веселился и конечно же в этом совершенно новом огромном мире который мы создали мы хотели расставить приоритеты в этом веселье и уровне свободы игроков больше всего на свете так что с этим приходит много персонажей много событий которые ты пытаешься включить и ты не хочешь чтобы что-то наступало на пятки чему-то еще ты хочешь чтобы все это хорошо сочеталось и сочеталось с игроком и его мотивами но ты хочешь чтобы это было там и ты хотел обеспечить этот стимул для продвижения вперед и изучения миидзаки также показал что уровень свободы которого хотела достичь команда превысил то что мы изначально планировали что потребовало больше времени для отладки и gna давай поговорим о нпк это не была бы игра от программного обеспечения без ряда интересных нпк и элден ринг не разочаровывает основываясь на тестировании закрытой сети и игровом процессе показанным до сих пор мы встретили таких людей как торговец капустой продавец одеты как санта клаус и продавщица волшебниц которая будет продавать колдовство и обучать игрока их использованию среди других нпк есть малина который дает игроку свисток призрачного коня чтобы вызвать своего коня александр он же железный кулак человек все тело которого представляет собой котел и варис белым лицом который появляется при первом взгляде на грейс и издевается над игроком за то что он лишен девственности различные другие нпк также появляются и похоже возглавляют фракции которые могут функционировать как заветы из dark souls но более подробная информация об этом еще не предоставлена пещеры и подземелья наследие когда кто-то исследует земли между ними они столкнутся с различными пещерами и катакомбами в которых проводятся сражения с небольшими боссами здесь есть новое оружие навыки и все такое но это не обязательно доведет тебя до предела подземелье наследие с другой стороны это большие обширные подземелья с множеством маршрутов добычи и врагов а также с одним из шести главных боссов которых необходимо победить замок старнвиль единственное унаследованное подземелье которое было обнаружено до сих пор и представляет собой сложную конструкцию с почти непроходимыми передними воротами несколькими скрытыми боковыми входами и большими зданиями которые можно обойти бой и пепел войны те кто играл в игру dark souls должны сразу же почувствовать себя как дома в элдин ринге его боевые действия и движения очень похожи вплоть до легких и тяжелых атак показателей выносливости ударов уклонений бросков критических ударов и многого другого но это не точная копия прыжки теперь являются отдельной специальной функцией и можно выполнять прыжковые атаки которые могут нанести значительный урон и хотя некоторые навыки будут напоминать об их эквивалентах рожденных душой есть много новых которые нужно разблокировать существует несколько различных типов оружия от мечей и щитов до луков и топоров и хотя существует двуручное оружие вы также можете владеть одноручным оружием обеими руками скрытность также значительно расширилась по сравнению с dark souls позволяя быть более скрытным и убивать врагов возможно самое большое отклонение которое элдин ринг делает с точки зрения боя программного обеспечения заключается в навыках которые они больше не привязывают к оружию вместо этого ты находишь разные пепел войны которые можно наносить на оружие и щиты чтобы наделять навыками в результате разнообразие сборки становится намного больше ты можешь играть за класс кровавого волка но вооружись навыком арка сверкающего меча который создает арку магических мечей которые будут атаковать автоматически пепел войны также может помочь сопоставить масштабирование оружия с их характеристиками а также изменить тип его повреждения для этого не нужны материалы для улучшения но у тебя может быть только один пепел войны на оружие или щит мировые боссы до сих пор в трейлерах было замечено несколько боссов и в тесте закрытой сети даже было видно как игроки сражались с маркет zfl омен в замке стармилл однако есть несколько боссов которые просто бродят по открытому миру ожидая нападения к ним относятся массивный дракон хагилл страж дерева который ездит верхом и появляется рано и так далее у тебя также есть много боссов таких как черный рыцарь который появляется только ночью на мосту в могиле лимба и нападает на тех кто подходит слишком близко колдовство заклинания как отмечалось ранее колдовство присутствует наряду с заклинаниями функционирующими как магия чтобы отбиваться от врагов 1 масштабирует интеллект и варьируется от стрельбы тремя магическими снарядами со звездами из глинстоуна и вызова метеоров чтобы обрушиться на врагов до использования собственной крови для создания шипов последнее уменьшает веру и включает в себя звериный коготь который посылает ударные волны похожие на когти по земле драконий огонь чтобы извергать огонь и исцелять создавая небольшую область для восстановления здоровья тебе нужно другое снаряжение чтобы использовать колдовство и заклинания но они являются ключом к успеху в бою давай поговорим о духах также как и призыв старого эдема кольцо позволяет вызывать духов чтобы помочь тебе в бою эти духи основаны на поверженных врагах и для их вызова нужны ошейники духов соответствующие этому конкретному врагу памятник возрождению также необходим и после смерти в бою с боссом они не могут быть повторно вызваны в том же экземпляре до сих пор мы видели таких духов как стая волков северный наемник который нападает с тесаком и многое другое кооператив многопользовательский режим pvp и вторжение а элден ринг состоит из кооператива и pvp но как и серия dark souls она работает немного иначе чем другие игры для кооператива вызываются другие игроки использование согнутого пальца тамишито создаст знак призыва который смогут увидеть другие в их мире что позволит им призвать тебя это имело неограниченное применение в тесте закрытой сети так что еще неизвестно изменит ли что-нибудь полная игра для вызова другого игрока требуется средство для вызова меха которая в сетевом тесте набрала 99 баллов это позволяет тебе видеть различные знаки призыва и приводить другого игрока в свой мир с помощью пальца север удаляет другого игрока из твоего мира ты также можешь использовать свернутый палец дуалиста чтобы вызывать других игроков для pvp или кровавый палец чтобы вторгнуться в мир другого игрока и напасть на них хотя они могут сделать то же самое с тобой снова все это будет знакомо игрокам dark souls но это довольно сильно отличается от типичного кооперативного опыта особенно после смерти после того как вызванный игрок вернулся к своей собственной сессии размер загрузки ни для кого не секрет что элден ринг это масштабная игра раздел к которому обращались игроки закрытого сетевого теста по-видимому составляет небольшой процент от общей карты мира размер загрузки тоже большой но все же в какой-то степени управляемый согласно размеру игры playstation twitter для ps5 это составит 44 472 гигабайта в магазине xbox как сообщается также указан размер установки 50 гигабайт хотя с тех пор список был изменен чтобы удалить это в любом случае ты захочешь освободить немного места перед загрузкой 4 кадра кей 60 на 2 и трассировка лучей на ps5 и xbox series x с точки зрения графических режимов для игроков ps5 и xbox series x есть несколько вариантов есть режим производительности для 60 кадров на второй игровой процесс который регулирует разрешение для поддержания частоты кадров и режим разрешения который предлагает 30 кадров на 2 но отдают приоритет максимальному разрешению которая составляет 4к трассировка лучей их der также поддерживаются xbox series s также поддерживает der но не трассировку лучей а максимальное разрешение составляет 1440 пи с возможностью 60 кадров в секунду предположительно при 1080 пи давление чтобы улучшить графическую точность хотя eldon rings fidelity не совсем подходит к таким названием как horizons запретный запад он все равно невероятно хорош по словам режиссера хайтаки мейтзаки было оказано давление чтобы убедиться что визуальные эффекты были на уровне игр blueprint ремейка demon souls на ps5 да я почти уверен что сотрудники по созданию графики чувствовали это давление больше чем кто-либо другой он отметил что студия стремилась улучшить графику в своих играх и не только с eldon ring но и со всеми играми которые мы сделали графическая точность это не то что мы ставим во главу угла то что мы просим с точки зрения графики зависит от систем и требований самой игры и это имеет меньший приоритет по сравнению с другими элементами разработки так что это всегда та область где я чувствую себя немного виноватым перед своей командой графики потому что я знаю что они очень усердно работают и они очень усердно работали над eldon ring наша команда графических систем и наши программисты разработали множество новых функций для создания самых красивых игр которые мы когда-либо создавали до сих пор похоже это определенно оправдывает эти ожидания так что ты думаешь по этому поводу давай делись ими в комментариях ниже и если тебе понравилось видео пожалуйста подпишитесь на канал и включите все уведомления нажав на значок колокольчика чтобы получать новые обновления видео которые мы загружаем каждый день и будем очень признательны за вашу поддержку спасибо что посмотрел